Интересные морские новости пришли из Китая, а касаются напрямую Приморья. Оказывается, в ноябре прошлого года в сопредельной стране изменили таможенное карантинное законодательство по ввозу морских продуктов в свежем виде через сухопутные магистрали. Первым в Китае контрольно-пропускным пунктом, который работает по новым правилам, стал приграничный с Приморьем Цуйфаньхэ. Две тонны живых морских гребешков – первая партия, которую оформляют по-новому. В Китае к живым морским гадам особый пиетет, а российские морепродукты традиционно считаются более высокого качества, чем отечественные. Но до недавнего времени действовали в Китае правила, разрешающие увоз за границы только замороженной продукции. Теперь ситуация изменилась, и на рынок Китая начнут поступать самые свежие деликатесы. Решение о ввозе в Суйфаньхэ живых морепродуктов было принято осенью 2016-го. Не в последнюю очередь у китайских госорганов имелся и расчет на развитие новой экономики Приморья по условиям свободного порта Владивосток. Местные власти и таможенные органы сделали все возможное, чтобы упростить этот процесс. Машины со свежими морепродуктами мы пропускаем по специальному зеленому коридору, чтобы гарантировать эту ставку в кратчайшие сроки. Система проверки товара хорошо отлажена. Серификаты на прохождение карантинной проверки выдаются очень быстро. Можно сказать, что мы открыли новую голову в истории нашего ГББ. Я уверен, что компаний, занимавшихся импортом российских морепродуктов, будет остановиться все больше. Ведь речь идет не только о новых оппозициях товаров, которые разрешены к ввозу, а реорганизации всей структуры товарооборота с Россией. Это очень важно. В реестрах правил ввоза живых морских объектов из-за границы теперь значатся креветки, крабы, морские ежи, различные виды моллюсков. В Китае уверены, что сотрудничество с Россией в этой сфере очень перспективно и поможет удовлетворить растущий спрос на морепродукты в Китае. Отметим лишь, что развитие аквакультурного бизнеса в Приморье, который только и может ответить на запросы соседей, все еще находится у нас в подвешенном состоянии из-за невнятецы в законе об аквакультуре, из-за недоведенных до конца аукционов по участкам под морские огороды. Поэтому и рассказываем о китайских пограничных нововведениях, чтобы чиновное братье уяснило, в современном глобальном мире работать надо расторопнее. А всем зрителям программы «Морское собрание» традиционно желаем 7 футов подкилим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова